Полтора месяца назад еще там, в небе, сейчас крепко на земле. О карьере штурмана Александр Костюков мечтал, будучи зашкольной партой, и цели достиг, но не сразу. Прежде получил высшее физико-математическое образование и звание мастера спорта СССР по тяжелой атлетике. Кстати, наш самый первый тренер, Анатолий Васильевич Сальков, до сих пор преподает, учит ребят тяжелой атлетики в Калининграде. За прошлый год, 2019, он был признан тренером года всей России. Мой адрес не дом и не улица, а песенная цитата в кон всей жизненной траектории Александра. Родился и вырос в Талдыкургане Казахской ССР. Закончил высшее Кировоградское летное училище в Украине и вновь сменил локацию. Перед окончанием училища к нам приехал флаг штурмана таджикского управления Борис Гидович Агоев. И он сказал, мне нужно пять человек, ребята. Кто поедет, обещаю, скучно не будет. Горы, грозы, это все, что нужно штурману. А после – экстрим перелетов в условиях Крайнего Севера и куда более комфортный труд в средней полосе России. В Ульяновск Костюков перебрался по приглашению местной авиакомпании. Всего же за 40 лет в воздухе транспортировал самые разные грузы во все точки земного шара, исключая Антарктиду. От космической техники до быти скафов спасателям, ищущим затонувшую субмарину. Пандемические реалии 2020 так и настигли на лету. С гуманитарной помощью экипаж, включая нашего героя, побывал в самых зараженных местах – Китае и Франции, Италии и Соединенных Штатах. Европа вообще пустые улицы, вымершие города. Все сидят внутри, как они говорят, under lockdown, самоизоляция. Напрягало то, что постоянно нужно было следить за личной гигиеной, мыть руки санитайзерами. Глаз зачешется, сначала руки обрабатываешь этим санитайзером, потом глаз почешешь. Свой заключительный рейс Александр выполнил 11 мая 2020 года. Сначала из Китая в Париж экипаж доставил гуманитарную помощь, а затем уже из Франции полетели в Казань пустыми. Хотели гладкой посадки, но попали в грозовой фронт. К счастью, все закончилось благополучно. Пускаемся на землю. Как говорит моя супруга, уходить нужно на боксеру, уходить из большого спорта, на пике славы надо. Вот я и ушел. Просто так, не по здоровью, не по каким-то другим причинам. Просто ушел и все. Так как рубеж поставлен на 60 лет, я достиг и я ушел. Теперь у меня другие интересы в жизни. Другие приоритеты? Ну, в небо поглядываю. Конечно, поглядываю.